Тут у меня есть еще один вопрос. Вот тут говорят, Медуза, нет, такая есть издание, тоже иностранный агент, ну, а не просто иностранный агент, это просто жулики, которые сидят в Риге и на деньги Евросоюза делают всякие поклепы. Значит, сделала так называемое расследование. Их расследование Медуза делать уже давно не в состоянии. Но расследование заключалось в том, что вот мы, Арти, и якобы здесь на внутренний рынок поставляем информацию по вакцинации одного типа, то есть мы буквально, как они говорят, называем людей, которые не вакцинируются имбецилами. Это я хотел бы посмотреть, где это у нас на официальных ресурсах, я имею в виду сайт Артиру, такое написано. А на внешнем ресурсе мы якобы топим за то, чтобы американцы не вакцинировались, несчастные французы не вакцинировались, и всяким латиноамериканцам рассказывали, что вакцина – это зло. Наверное, это благодаря нам, Арти, такие огромные масштабы вакцинации на Западе и такие ничтожные пока, к сожалению, у нас. Наверное, потому что у нас разные позиции в зависимости от стран. Но могу сказать, что это скомпилированный материал, никакого отношения не имеет к расследованию. То есть там, например, взята какая-то одна цитата Маргариты, которую она говорила два года назад, когда писала, когда вообще никто не понимал, что происходит такое, где вдруг написано, что Маргарита Симонян называет, значит, вчера еще называла главной мишенью этой самой эпидемии людей монголоидного типа, а вдруг теперь стала главной, значит, защитницей вакцины. Но вчера еще, значит, вот тогда еще, когда вообще-то, говоря об этом, говорил главный санитарный врач, когда ровно эту фразу говорил министр здравоохранения России. Но, так сказать, врать-то не мешки ворочать, это известно сайту «Медуза». Сайту «Медуза» лучше бы вспомнить, как вашего сотрудника Ивана Голунова Маргарита Симонян отмазывала от того, от чего она его отмазывала. Потому что вы все сидели, обосравшись, поняв, что сами ничего сделать не можете, потому что вы и сделать-то ничего не могли. Как вы там гордо, как Галина Тимченко там гордо кричала в зале суда «Ваня, мы тебя не бросим», а Ваня плакал, потому что знал, что его уже бросили. И единственный человек, который его реально не бросил, была Рит Симонян. А теперь вот эти бляди печатают то, что они печатают. Я вот как раз... Вот у меня тоже вопрос, так сказать, натуральный, к Роскомнадзору. Вот вы бы лучше занединились с такими людьми, как «Медуза». И прекратили уже, наконец, распространение этой информации на территории Российской Федерации вообще, в принципе. То есть, наконец, уже заблокировали эти все бессмысленные ресурсы, чтобы, так сказать, неповадно было, блядям. А...